Проводится турнир на третий год. Как вам результаты сейчас, как вы были и другие? Какие у вас цели вообще приобретения турнира? В этой географии начинается, как вы хотите? Республика наша спортивная, и не просто спортивная, но борцовская. Конечно, другие виды спорта у нас тоже успешно развиваются, но по количеству олимпийских чемпионов, чемпионов мира достижений в спорте, конечно же, у нас превалируют наши борцы. Поэтому мы видим, сколько сегодня здесь опять на трибунах ребят, людей, которые собрались, чтобы поболеть за нашу сборную и насладиться яркими схватками. В связи с этим мы начали проводить этот турнир и, конечно же, для пропаганды здорового образа жизни подрастающих наших ребят. Но то, что касается проведения этого года, то мы можем констатировать, что из года в год турнир набирает силы, становится более представительным. И мы сегодня видим, сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира присутствует на этих состязаниях. Конечно же, это благодаря лично Михаилу Геразьевичу и его желанию присутствие такое обеспечивается. Поэтому хочу его поблагодарить за это. Федерацию спортивной борьбы я уже говорил, хочу поблагодарить. И надеюсь, что турнир будет из года в год укрепляться. И не только в проведении этого турнира мы переговорили с Михаилом Геразьевичем. Попросил я его, чтобы вот те матчевые встречи, которые мы проводили еще в советские времена, мы там взяли со сборной Америки, со сборной Ирана, другими минувшими мировыми борцовскими державами, чтобы мы возобновили эту традицию. Я надеюсь, что совместно это тоже сделано. Устал Хримханович, а будьте в конкретику, когда появится главная борьба? Действительно, мы в прошлом году объявили, и не просто объявили, но это не просто желание, а необходимость к нам такого творца спорта, где помещалось не менее 5 тысяч соревнований. Хотя я считаю, этого будет мало, потому что очень много желающих работать на таких соревнованиях. Поэтому я обратился с соответствующей просьбой к президенту. Президент дал такое поручение. Знаю, что и хочу за это тоже поблагодарить Михаила Геразьевича. Вообще, борцовская дружина нашей страны, сборная, при встрече с президентом, обратились также к президенту с этой просьбой. И их просьба тоже превратилась в поручение. И мы приступили к проектированию. Определен подрядчик, который сейчас занимается проектированием. Надеюсь, в весне мы закончим процесс проектирования. И, надеюсь, будем в федеральном бюджете для того, чтобы претендовать на федеральные деньги и начать строительство такого дворца спорта. И мы обязательно этого добьемся, потому что всенародность здесь и народу пообещает. Сейчас, пока мы получили средства на реконструкцию стадиона «Спартак», что тоже немаловажно, учить свои успехи нашей сборной команды, республики. Поэтому, надеюсь, что закончим в следующем. В 2020-2021 году мы закончили реконструкцию стадиона «Спартак» и приступим к строительству дворца «Спартак». Но вопрос движется, и он обязательно состоится. Вячеслав Телемханович, скажите, пожалуйста, мы знаем, что в юности вы тоже занимались борьбой у Афгарова. И вот насколько для вас свое время было бы важно, если вы будете в такой турнир принять в нем участие? Я не могу пожаловаться, что если даже не было такого турнира, то не было других представительных соревнований или матчевых встреч. Я же сказал здесь, а вот мы в детстве еще приходили, когда приезжал в сборную Америки, сборную России, сборную нашей республики устраивали здесь матчевые встречи. И одно то, что наши известные спортсмены, а я лично был свидетелем, как покойный, к сожалению, наш великий борец и человек, что Сан Петрович Андеев приезжал к нам в населенный полк, наш поселок, и куда-нибудь после победы на Олимпийских играх в 1976 году. И невозможно было в зал протиснуться, чтобы увидеть великого нашего спортсмена. А на следующий день все ребята выстраивались в очередь, чтобы попасть на тренировки по вольной борьбе. И эту традицию нам, конечно, необходимо продолжить, чтобы ребятам было к чему стремиться и к кому стремиться. Игорь Горисович, к вам вот груз. А вы видите, стадионы забиты. Как вам такое? Гбители ли вы вообще еще? Такую влеченность населения борьбой? Я уже сказал сегодня, что это колоссальная ответственность перед доверием народа, перед любовью народа к нашему виду спорта и перед теми традициями. Тем более, что Вячеслав Земельханович всецело разделяет ту концепцию, ту стратегическое направление по развитию нашего вида спорта. Этому нужно соответствовать. И все те планы, которые сегодня были озвучены главой строительства творца, это и возможность аффилировать другие виды спорта, чтобы комфортно мог любой ребенок прийти в спортивные залы, в спортивную секцию, заниматься теми транспорта, которые он для себя выберет. Но, конечно, те традиции, о которых сказал Вячеслав Земельханович, они обязывают нас к тому, чтобы мы достойно продолжали то дело, которое сделало выдающимся и фактически прославило на весь мир выходцам из Северной Осетии Алании и Северной Осетии Аланию. И не случайно стремятся со всего мира. Лучшие борцы американские сегодня приехали для того, чтобы побыть, для того, чтобы почистить, подышать идти в воздух, который, в общем-то, способствует, здесь все способствует тому, чтобы состояться. Поэтому я хотел бы руководству сказать огромное спасибо. Мы, может быть, пробегаем, пользуясь случаем, что здесь присутствует наш большой друг, глава Южной Осетии. Может быть, мы проработаем и очень серьезный вопрос, чтобы, может быть, в рамках проведения вот этого турнира Аланы, может быть, мы неким сделаем мероприятие, которое привлечет внимание уже и в Южной Осетии Алании. Пригласим туда лучших идущих борцов, сделаем какие-то матчевые встречи. Я думаю, что на это, тем более, поручение у главы есть организовать здесь матчевые встречи. Не прислушаться к этому невозможно. Поэтому, я думаю, в рамках этих мероприятий, я думаю, мы это будем тиражировать. Игорь Михайлович, очередные фидензии со стороны мирового спортивного сообщества, антидопинного и российской школьной. Вы в своих подопечниках, в борцах уверены, вы будете... Мы готовимся к Олимпийским играм. И этот турнир на богословенной земле Алании. Еще одно подтверждение. Мы готовимся к Олимпийским играм. Игорь Михайлович, расскажите, как вам турнир в целом? Ну, в первую очередь, я что хочу сказать. Турнир, хотя и проводится в Северной Осетии, но я вам могу сказать, что среди зрителей очень много людей, которые приехали из Южной Осетии, понимая, насколько представительная команда со всех стран, которые участвуют. Это и тренера, это и ребята-спортсмены, их организовали и вывезли для того, чтобы они увидели именно борьбу сильнейших атлетов, сильнейших борцов мира. И, конечно, это высокий уровень. И что уже подчеркнул Вячеслав Кимханович, уровень и значимость, и представительность, он с каждым годом увеличивается. Без сомнения, только Северная Осетия одна не смогла бы это организовать, без поддержки Южного Почеркова, Вячеслава Зимконовича, без поддержки Федерации спортивной борьбы России, без поддержки тех меценатов и людей, которые любят, которые поддерживают спор. Ну, мне очень приятно, что только что наш брат сказал о том, что будут проходить такие неофициальные мировые, но матчевые встречи. И, конечно, было интересно провести на территории Южной Осетии. А да, конечно, это выдающийся турнир, и очень рад, что это происходит здесь, у нас в Осетии. А Южная Осетия готова принять такой турнир? А Южная Осетия готова, без сомнения, принять турнир. Тем более из Южной Осетии очень много людей, которые стали олимпийскими чемпионами в Российской Федерации, чемпионами мира. И первый чемпион мира, он выходец из Южной Осетии. В Советском Союзе тогда осетин, имеется в виду первый чемпион мира. И много выдающихся атлетов, это и Богиев, это и Рамонов, Сослан. Это же выходцы из Южной Осетии. И, конечно, большое внимание оказывается и борьбе, и спорту в целом. И у нас серьезные есть достижения, но, опять-таки, уходя от политики, мне бы хотелось, конечно, чтобы такие соревнования проходили в Южной Осетии.